В данной категории банковых вопросов необходимо перейти в раздел «Банковых вопросов» через шестеренку, переходим на «Лучшую» и далее «Лучшую». Нажимаем «Подраздел категории» в разделе «Банковых вопросов». В этом разделе необходимо создать новую категорию, к которой переходим в самый низ и выберем название категории. Необходимо убедиться, что эта категория имеет продикторскую категорию в соответствующую курсу. Теперь, когда мы добавили новую категорию, то мы можем посмотреть, какие вопросы входит в меню или добавить вопросы. В следующей категории мы добавим вопросов и при добавлении вопросов можно перейти в подкладку «Вопросы» и добавить их вручную. В следующей категории мы выбираем категорию, нажимаем добавить в данный вопрос, выбираем их вопросы. В нашем случае там множественный выбор. И тогда мы можем ввести каждый вопрос вручную в отдельности с вариантами ответа, также в отдельные поля. В качестве примера мы будем использовать тестовый вопрос. Вводим название вопроса, сам вопрос. Можно их продублировать, нужно модулировать, оставить название вопроса пустым или, допустим, с пробелом от него. Далее ввести все варианты ответа, указать, какой из их правильный с помощью отцента. Дальше 100% для проведения ответа. В поле отзыв можно ввести объяснение, почему это правильные или не правильные. И далее сохраняем вопрос. Теперь у нас в категории модули 30 один вопрос. Далее нам необходимо повторить свой ответ на средний вопрос. Мы также можем посмотреть, как выглядит вопрос. Также мы можем импортировать в эту категорию в том, как использовать формат IPL в следующей инструкции. Продолжение следует...